Это настоящее счастье, когда город помогает улучшить жилищные условия, говорят те, кто сегодня получил сертификаты на приобретение или строительство жилья. Таких семей в этом году 33. Есть определенный порядок, как это должно выглядеть. В принципе, мы все это согласуем. То, что касаемо размера выплат, в рамках федеральной программы у нас самый большой размер выплат для семьи из пяти человек 1 миллион 345 тысяч рублей, а для семьи из двух человек это 627 тысяч рублей. Получить помощь в рамках региональной программы обеспечения жильем молодых семей могут супруги, не достигшие 36 лет. Поэтому сегодняшние обладатели не скрывают, волновались. В следующем году супругу исполняется 35 лет, но все-таки получили желаемое. Сертификат хотим использовать для приобретения жилья. До этого у нас своего жилого помещения не было. И планируем реализовать. В 2011 году мы были признаны нуждающейся семьей. Но так как нам объяснили, что очередь большая, мы были 400 какой-то семьей, то есть мы посчитали до 35 лет, мы не укладываемся немножко. И мы решили все-таки, нам тяжело было уже с детьми снимать квартиру, и решили все-таки взять ипотеку. Сертификаты в торжественной обстановке вручил первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Поздравил счастливых обладателей представитель Нижне-Тагильской городской думы Алексей Пырин. Теперь тагильчанам предстоит определиться, как распорядиться средствами, полученными от государства. Пожелать вам хочу только одного здоровья, только продвижение вперед и не останавливаться на месте. В имени всех депутатов Нижне-Тагильской городской думы с этим знаменательным сегодня днем для вас. В прошлом году федеральная целевая программа «Жилище» и областная подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» дала возможность приобрести жилье 50 семьям Нижнего Тагила. Верника Самойлова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.